Добрый день! И организатор школы коммуникации имени меня, моя собственная школа коммуникации Натальи Козелковой. Почему школа коммуникации? Потому что на самом деле для того, чтобы жить в обществе, для того, чтобы быть понимаемыми, первое орудие, которое мы используем, это речь. Речь – это вообще сейчас самое мощное, самое сильное орудие. Поэтому начала я 15 лет назад писать свой курс как курс по технике речи, а потом он уже перерос, соответственно, риторика ораторская, искусство публичное выступление, курс актеров для не актеров, потому что все это является составляющей одного слова – коммуникация. Расскажите мне, пожалуйста, два слова о себе. Ну, вот выборочно у кого микрофоны в руках. Здравствуйте, меня зовут Марийка, фамилия у меня Чертина. Я учусь на заочном отделении актер, режиссер драмтеатра и кино, театральное искусство в Институте культуры и искусств. Так, замечательно. А журналисты у нас где? Журналисты у нас здесь. А где, почему у нас журналист где-то в уголочке, спрятавшийся так? Так, меня зовут Светлана Смык, студентка четвертого курса Института журналистики, специальность аудиовизуальная СМИ. Последний курс, работаю по специальности, это телекомпания Воен-ТВ. В принципе, наверное, все. Шикарно. Значит, смотрите, начнем тогда с вас. Смотрите, что у вас происходит. У вас все время такие вопросительные хвостики взлетают. «Ой ли? Я ли? Воен ли ты вы? Честно? Ничего, что я живу?» Все время такие вопросительные хвостики. Для журналистов, в первую очередь, очень важно обрести красочки технические, убедительные, убеждающие, утверждающие. Они вот эти вот взлетающие хвостики. А у вас… Вы же режиссер будущий, я так понимаю, Марийка, да? Да, совершенно верно. Роскошные, очень доверительные низы контральта, но при этом оно такое все внутрь себя направлено. Только уж если режиссер, это должно до каждого актера достукивать. А это разговор с собственной поджелудочной железой, понимаете, по большей части. Она в курсе. А ваш собеседник долго внимательно будет, значит, к вам прислушиваться. Вот сегодня мы с вами очень много интересного откроем для себя. В первую очередь, мы с вами поймем, что такое речь, освоим базовые профессиональные навыки людей, которые обязаны владеть этим мощнейшим оружием, таким как речь, голос. Итак, начнем. Расскажите мне, пожалуйста, что для каждого человека самое дорогое в жизни? Семья. Его семья. Так, как вариант еще. Еще. Счастливые обладатели микрофонов. Ну, семья, родные, соответственно. Его родные, его семья. Так, еще варианты. Правильно, как было сказано, его любимые люди. Его любимые люди. Так, еще. Здоровье, здоровье. Его здоровье. Найти себя в жизни. Себя, себя найти в жизни. Жизнь в гармонии с собой реализовать себя. А вот теперь, ребята, вы с вами потрясающую, мы с вами потрясающую вещь для себя откроем. Вы посмотрите, что вы делаете. Не только вы, большинство людей. Вы все время, как акула, сужаете круги вокруг добычи. Только вы эту добычу-то поймать не можете. Вы ее для себя не определили. Мы все время мотаемся с вами вокруг ключевого стержня смыслового. Он сам. Самое главное для каждого человека. А уже все остальное, то есть космос, его внутри, вовне его, его отношение к Вселенной, внутри него, вовне его, понимаете? Весь мир, личность во всей многогранности, со всеми своими стремлениями, его отношение личностное, все пропускается через личностную призму. Для каждого человека самое главное существо на свете – он сам. Речь не идет об эго. Мы не говорим об эго. Мы говорим о человеке в комплексе, о личности. Для каждого человека самое дорогое существо на свете – он сам. Пункт первый. Запоминайте, потому что потом и режиссерам, и актерам, и журналистам это пригодится, и в жизни это пригодится в любой коммуникации. Пункт первый. Для каждого человека самое дорогое существо – он сам. Поняли, да? Поняли, записали, уложили на подкорочку. Пункт второй. Когда мы вступаем в ответственную для нас коммуникацию, когда мы делаем важный звонок, начинаем с новыми людьми общаться, садимся перед микрофоном, начинаем озвучивать какой-то текст, берем у кого-нибудь интервью первый раз в жизни. Чего мы больше всего на свете боимся? От чего у нас кома? Опозориться мы боимся. Все, больше никого не спрашиваю. Гениальный ответ – опозориться. Совершенно справедливо. Обратите внимание, глагол возвратной формы. Опозорить себя, оказаться смешным. То есть уронить лицом в грязь свое самое драгоценное существо. Что мы начинаем делать в этом случае? Как мы начинаем коммуницировать? Начинаем волноваться. Начинаем волноваться и начинаем… Зажиматься. Зажиматься, да. И начинаем стараться казаться. Аха, аха, быть лучше. Совершенно правильно. Чтобы вот себя-то любимую преподнести с наиболее выигрышной позиции нашим слушателям, нашим зрителям. Смотри пункт первый. Что для каждого вашего зрителя, для каждого вашего слушателя самое дорогое на свете? Он сам. А мы-то ему зачем нужны такие драгоценные? Вы понимаете, в чем заключается ошибка любого рядового нашего с вами согражданина планеты Земля? Мы-то стараемся… Посмотрите, что происходит. Происходит так называемая подмена речевого тезиса. Я забыл, ради чего я открыл рот, от чего я, собственно, сказать-то хотел, а что я ему дать-то хотел. Он пришел в попытке понять, а для себя-то любимого он что получит? А мы тут ему себя несем на блюдечке с голубой каемочкой. А мы-то ему зачем нужны? Он-то пытается понять, что он для себя получит. Мы-то ему не нужны. Дело в том, что у нас с вами, как у любого нормального живого человеческого человека, два полушария. При этом правое полушарие в основном считается женским полушарием. процессуальное, творческое, креативное, эмоциональное полушарие. Почему процессуальное? Потому что когда мы начинаем говорить, вступаем в процесс коммуникации, левое у нас отключается. Ну так мозг устроен. А когда вот вы меня сейчас слушаете, все понятно, все замечательно, потому что у вас у всех работает левое. Рациональное, аналитическое, логическое. И вы все это... Совершенно правильно. Совершенно правильно. Все понятно. Попробую я сейчас кого-нибудь сюда выдерни, без подготовки, и попроси рассказать о детстве босоногом, и сразу будет... Ступор мгновенный. Почему? Левое отключилось, включилось правое. Процессуальное вышли в процесс, а оно как раз, правое отвечает на вопрос «как». То есть как я выгляжу, как я говорю, как меня воспринимают, а мозг не понимает, как это мы про что, как это мы зачем, как это мы куда, куда, как, а как, как, как. Так вот, господа мои хорошие, у профессиональных коммуникаторов это политики, актеры, режиссеры, телеведущие, журналисты, то есть люди, использующие речь в качестве оружия, у них чуть-чуть подкорректирована по-другому голова. Они работают единовременно двумя полушариями, понимаете. То есть выполняется некая пристроечка к собеседнику, которую я лично называю отодвиганием. То есть я не нахожусь внутри ситуации. Я как режиссер со стороны смотрю на ситуацию. Знаете, вот ситуация начинает напоминать, как режиссер Квентин Тарантино снимает киношку с участием актера Квентина Тарантино. Режиссер, он точно знает, к чему он это, где у него пункт «Б», зачем он все это затеял. А актер все это блистательно исполняет. Так вот, для того, чтобы оставить включенным в работу вот это левое полушарие, оно должно у вас в любой работе, в любой озвучке, в любой коммуникации доминировать. Оно должно, вы его обязаны оставить включенным. Вам для начала нужно задать себе три вопроса. Что, кому и самое главное, зачем я говорю? Потому что мне очень нравятся женщины в этом плане. Я ему скажу все, что я по его поводу думаю. Очень хорошо. Зачем? Скорее всего, он с вами не согласится в том постулате, что он козел. Доказать ему обратное вряд ли у вас удастся. Понимаете? Вот этот вопрос, зачем, он удерживает вот это левое полушарие в работе. Вот сегодня мы с вами и будем осваивать эту технологию отодвигания. Это не я. Вот это. Это некий биоробот, каждый раз создаваемый для решения определенной речевой задачи. Вы же каждый раз разные. С родителями вы одни, с педагогами другие, с друзьями третьи. Вот это вот изменение конфигурации в зависимости от задачи речевой, вот это и есть как раз подсознательная смена речевого имиджа. А ваша задача – приучиться менять его сознательно, поставив перед собой в первую очередь вот этот вот треугольник из трех задач. Что? Кому? И самое главное – зачем? Я говорю, вот этот пункт B. Когда вы начинаете писать сюжет, большинство журналистов ошибочно начинает его писать сначала. На третьем предложении все зависают. Если любую речь начинать с того, что вы продумываете пункт B, то есть последнюю фразу, вот тогда вы в этот пункт B придете. Если вы его перед собой не поставили, вас зарулит в любую даль светлую. Как часто в процессе речи вас покидает мысль? Вот только что была такая стройная, красивая, и бац, вдруг ушла. И в голове эхо, и речь начинает напоминать такой пикирующий бомбардировщик. Кам-на-э-там-на-как-бы-вот. Да? Вы просто не знали основного правила импровизационной речи или стори-тейлинга. В первую очередь нужно четко продумать и уяснить для себя конечную цель своей коммуникации. То есть придумать пункт B. Прежде чем мы этот пункт B конкретно вплоть до последней фразы не придумали, из пункта A не выходим. Рот не открываем. Потому что в противном случае наша речь начинает напоминать такое перепрыгивание с кочки на кочку. Ам-на-э-сюда за скотчем. Ам-на-э-сюда за скотчем. Ам-на-э-э-сюда перепрыгнем. Если же вы задали мысли четкое направление, она рванет туда, вытаскивая из вашей памяти по ходу факты, цитаты, аргументы, метафоры, о которых вы и думать не думали, что ваша память их для вас хранит. Если же в какой-то момент вы мысль упустили, то есть пункт B потеряли, замолкните на секунду и в эту секунду задайте себе вопрос. Почему это я, собственно? И мысль тут же рванет в снова найденном направлении. А пока налаживаем речевой инструмент рабочий, который должен у нас с вами быть вработан идеально. Итак, из чего состоит, в принципе, наш голос, скажем, наша речь? Из пяти запчастей. Звучность, темп, высота, тембр и артикуляция. Звучность. На самом деле это не просто громкость, изменение громкости, а на самом деле это привлечение внимания, это выделение наиболее важных кусков. Все важным быть не может. Если все важное, тогда это программа максимум. Скандалы, интриги, расследования. Если все важное, значит теряется смысл моментально. Звучность, она выделяет, это кружавчики, это кружавчики, вот тихонечко, тихонечко, это мы дополнительные какие-то моменты, которыми мы подтягиваем к вот этому вот ключевому моменту. И он так бульк и укладывается на подкорочку. Вот этот ключевой момент, мы его выделили звучностью, выделили громкостью. Мы привлекли к нему внимание, поставили логическое ударение. Вторая составляющая, темп. Ну, по поводу составляющей, чтобы я здесь перед вами долго не рассказывала, многие, многие вещи, я записала заранее ролик, предлагаю его сейчас и посмотреть. Темп, скорость речи. А что болтуй не ли, да мол, ты как-то Вовка выдумала, болтать-то мне когда, мне болтать-то некогда, драм, кружок, кружок, походу мне же чаю петь, охота за кружок по рисованию тоже все голосовали. Но кто не знает этого старого стихотворения Агнии Барто? У говорящего с такой скоростью человека мысль не успевает за текстом. К главной, основной мысли вашего сообщения, вы можете подскакать уверенно резвым голубом. Но основную мысль вашего сообщения, самую главную мысль, вы обязаны не швырнуть собеседнику в лицо, а протянуть ему, как подарок, дорого упакованную в плавно замедляемый темп и самое главное, через паузу. Поняли, как работает? То есть, вот быстро и тихонечко, быстренько и тихонечко это все речевые кружавчики, это все кружавчики, это все, это все, вот знаете, как на старинных испанских портретах, вот жабо, которое подчеркивает красоту основной мысли, которую нужно выделить, чуть громче и чуть медленнее, обязательно. Громкостью мы придаем значимости, чуть замедляя основную мысль, мы придаем объема, потому что маленькая, вот такая вот маленькая, это похоже на маленькую мышку обсосанную, а вот такое уже объемное, это совершенно другого качества мысль, понимаете? Значит, любая основная мысль в речи обязательно, вы же в письме выделяете курсивчиком, подчеркиванием, жирностью, вот ключевую мысль в речи нужно обязательно выделять громкостью и замедлением темпа. Еще очень интересная составляющая речи это высота голоса, но вот здесь я тоже записала ролик и тоже попрошу его посмотреть, потому что об этом очень мало кто знает и об этом очень важно знать, потому что сейчас, как только вот это прослушаете, на живых примерах мы разберем, сколько раз вы с такими ошибками сталкивались сами и видели их в жизни. Здравствуйте! Я очень рада вас видеть и слышать тоже, а вы меня? Я думаю, что не очень. Дело в том, что у каждого человека в его голосовом диапазоне существует три регистра верхней, средней и нижней. Так вот, каждый из них, во-первых, отвечает за определенный спектр речевых ситуаций, а во-вторых, за то расстояние, на котором вы хотите видеть от себя своего слушателя. Вот верхний регистр отвечает за яркие, но не глубокие эмоции. Ой, батюшки, ну надо же! И за далекое расстояние. Если вы заблудились в лесу, вы же не будете отыскиваться таким образом. Эу! Ау! Ау! Когда человек начинает ссориться с собеседником, он подсознательно начинает дистанцироваться от него, ему некомфортно рядышком, не надо со мной на повышенных тонах разговаривать. А вот серединочка основной информационный регистр. Серединочка, средний регистр называется дистанцией доверия. То есть это расстояние круглого стола. Ребята, мне есть чем с вами поделиться. Я готов к конструктивному диалогу с вами. А вот уже низы отвечают за очень мощные, очень искренние, глубокие чувства. И главное, за очень близкое расстояние. Чуть жестче! Это значит, что человека подтянули за пуговицы. Уди сюда! Чуть мягче, это значит, приобняли за талию. Я вот так с гаишниками разговариваю. Ангел мой, гуля моя, ну, через двойную осевую, ну, на красный сигнал светофора. Ну, ведь это же не повод, правда? Вот теперь понимаете, почему, когда садитесь перед микрофоном, господа журналисты, все время хочется начать такая «Та-да-да-там-та-там!» В эфире «Пионерская зорька» все время. Почему у начинающих журналистов закадровый голос выносит мозг? Потому что вы все время разговариваете с кем-то, кто находится в соседнем помещении, потому что вы каждый раз этого микрофона пугаетесь и от него подсознательно стараетесь отодвинуться. Понимаете? Если вы работаете на большую аудиторию, опять же, не разговаривайте с галеркой. Галерка-то, может, вас и будет слышать. А вот эти все товарищи, они чем виноваты, что у них это мозг выносится. Даже на большое расстояние, даже на большие аудитории средний регистр, серединочка, дистанция доверия. Просто чуть больше громкость включили, чтобы громкость ее добить вот туда, да-да-да, до галерочки. Понимаете? Чуть-чуть уменьшили громкость для того, чтобы работать с ближними рядами. Не слетайте без серьезных на то оснований вот с той самой пресловутой дистанции доверия. Если вам нужно посплетничать, если вам нужно к себе человека подвинуть, расстояние сократить, это только между мной и вами, 12 миллионами зрителей. Понимаете, да? То есть вы сокращаете расстояние. Наверха мы можем улетать только в том случае, если у нас действительно возникают вот такие и батюшки радостные такие веселые эмоции. И то веселиться все время, ну невозможно же, это больничка, понимаете? Поэтому всполохом взлетели протуберанцем и снова вернулись на серединочку, на дистанцию доверия. Не перелетаем через голову собеседнику звуком, потому что у него все время возникает желание обернуться. С кем это он там, она там за моей спиной разговаривает. Нет, вот дистанция доверия. Так, звучность, темп, высота, тембр, то, что мы сейчас с вами будем делать. Если я сейчас отключу голос, вряд ли вы долго еще просидите меня, прослушаете, потому что он становится такой серенький, плоскенький, невыразительный, такой домашний, бытовой. Вот хорошо спросить, чайку будешь? Вот таким вот голосом. Как только я подхватываю, маленькие-маленькие мышцы, чуть-чуточку, совсем немножечко, начинает звучать сочный, звонкий, точно бьющий в цель, адресно работающий, так называемый поставленный голос, голос поставленный на опору дыхания, полное определение, диафрагменное звучание. Вот голоса мы с вами сейчас ставить и будем. Начинаем мы с конца, потому что мы подошли к концу понимания того, из чего состоит речь, а именно к артикуляторам. Вот мы сейчас начнем с работы над артикуляционным аппаратом, поставим голос и дальше этим голосом будем работать. Так вот, артикуляторов три штучки. Язык, губы, нижняя челюсть. Ну, нижняя, потому что работающих артикуляторов я имею в виду. Верхняя, она к черепу приделана. Она только у лягушонка кермита работает, да? А у нас с вами нижняя. Каждый из этих артикуляторов отвечает за определенные красочки. Если вы хоть что-то теряете, вы теряете огромное количество механизмов воздействия на собеседника. Если, например, я язык оклещила, всего-навсего мышцы языка, вы говорите какую-либо убедительность, но шага, какой убедительности мышцы языка не работают, да? А вот теперь посмотрите, что я сделаю. Я всего-навсего уронила верхнюю губу. У меня верхняя губа не работает. И сразу такое пренебрежительное звучание начинается. Я не стала тише, я не стала грустнее, я и улыбнуться могу, а верхняя губа не работает. Такое высокомерное пренебрежительное звучание. Почему? Губы отвечают за энергетику, которую я в себе генерирую, включая интерес к той теме, никогда нельзя рассказывать о чем-либо, что не интересует лично вас. Сначала заинтересуйте себя. Как говорил Сократ, для того, чтобы убеждать тысячи, нужно убедить сначала одного человека себя. Найдите крупиночку, почему эта тема интересна вам. Даже если вы 2735 раз про нее говорили. Вот найдите, почему она вам интересна, чем она лично вас цепляет. Включили лампочку в глазу, и вот с этой лампочкой в глазу дальше уже несем мысль. Вот тогда обратите внимание, начинают работать артикуляторы. Вы включили внутренний интерес, вам интересно слушателю донести желание сказать, вызывает желание услышать. Если вас распирает от желания ему, им, любимому эту информацию донести, он любимый, естественно, ее с удовольствием проглотит. Нижняя челюсть, если у вас заглючила нижнюю челюсть, ну вообще говорить о том, что вы можете говорить на вот этом звонком объемном голосе, не приходится. О том, что вы можете приливы-отливы позвученности создавать, важность выделяя, тоже не приходится. Скоростью тоже варьировать ничего не получится. Я сейчас покажу насколько работает вот эта вот система работы двумя полушариями, насколько она точнее цепляет слушателя, чем нежели я пыталась бы сама это сделать, вот да, работая правым полушарием, думая о том, как я выгляжу. Как только я начинаю думать, что, кому и зачем я говорю, я становлюсь, вот от меня отделяется вот этот, да, исполнитель вот этой речевой задачи, и он-то задачу исполняет. Левое полушарие, оно не эмоционирует, нет страха, вы не боитесь, вас нельзя плюнуть, да, вас нельзя обидеть, вы в стороне стоите, можно плюнуть сюда, но это же исполнитель всего-навсего, понимаете, это маска, это не лицемерие, это лицедейство. Вот я сейчас просто покажу, насколько точно реагирует ухо слушателя на то, когда с ним начинают работать, насколько это точнее. Я сейчас постараюсь красиво и правильно произнести классическую фразу из кинофильма «Морозка» «Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красное?» Фиолетово вам не тепло, да, никак. Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красное? Чуть ближе, да? Кстати, кондиционера не попросить включить, не душник нам? Нет? Мне уже становится можно дожатой. Но сейчас будет только на тепло. Ребята! Ребята, ну вы-то взрослые люди, ну вы-то профессионалы. Что я сейчас сделала? Поняли? Среагировали все. Среагировали вплоть до того, что наша техника среагировала. Среагировали вы, среагировала техника. Что я делала? Я работала. Я левое полушарие включила. Что хочет получить каждый человек? Внимание и заботу. Вот что вы мгновенно проглотили, понимаете? Вы это мгновенно проглотили? Система Limbox, я вам говорила, сработала эмоциональная система. Сначала срабатывает. Видите, даже у нашей техники система Cortex не включилась. Секунд 10 у вас есть для того, чтобы зацепить аудиторию. Понимаете? А для этого нужно использовать понимание того, что хочет получить каждый конкретный человек. Он не вас хочет получить. Поймите, что он от вас хочет получить. И если вы сможете выбрать нужную упаковочку и то, что вы ему хотите дать, упаковать в то, что он хочет получить, вот тогда, естественно, ваша информация упадет ровно туда, куда надо. работает, да, классно? Вот у меня так по 300 человек в открытом кинотеатре. Ребятки, там жарковато, не передвинетесь немножечко. А-а-а, 300 человек. Я говорю, хорошо, хорошо, коммуникация. Вот что такое работа в системе отодвигания. Это не я, это мой речевой аппарат, который всего лишь выполняет речевую задачу. Видели, насколько это эффективнее? Не думайте о себе, не думайте, как вы выглядите. Уберите вектор внимания с себя на выполнение конкретной речевой задачи и на своего собеседника. И тогда с микрофоном вы будете разговаривать, не боясь его, как черт Ладана, а как слепшим другом, понимая, что с той стороны микрофона ухо вашего слушателя, насколько точнее и адреснее становится речь. Так, а теперь у вас там расписана артикуляционная гимнастичка. Вот начинаем с артикуляционной гимнастички, красоту лицом делаем, да ощущение будет такое, как лошадь лицом копытом дала к концу гимнастики, потому что у большинства людей эти мышцы не работают так, как они должны работать, для того, чтобы вы были максимально убедительны, потому что вялая дикция это признак невнимательного в первую очередь отношения к слушателю, что свидетельствует о недостатке вашей внутренней культуры. Понимаете, речь становится намного культурнее, даже если вы где-то ошиблись с ударением, но у вас идеально выстроен артикуляционный аппарат, вы уже себе несколько баллов заработали, как человек высокой внутренней культуры, озабоченный тем, чтобы ему, слушателю, было интересно и понятно. Итак, язык, губы, нижняя челюсть. Будем сейчас умирать. Каждое упражнение делаете 10 раз, после чего фыркнули, сняли мышечную нагрузку и переходим к следующему упражнению. Смотрим на меня, делаем вместе со мной, неважно, начали со мной в ту же самую сторону или в другую, главное, 10 раз сделали в каждую сторону и фыркнули. Я про себя буду мычать, считать. Поехали, 10 раз. И силой выдавливаем, 4, силой выдавливаем каждую щеку, 6. Так, теперь самое страшное, будет болеть шея, будет болеть затылок, будет все отваливаться. 10 раз, как хотите, между губами и зубами, сильно давим на кончики языка. Поехали. И давим, давим, давим. 7, 8, 9, 10. Самое страшное в обратную сторону. Страшнее не будет. Поехали. И замечательно. Языком потянулись к подбородку, сильно-сильно и убрали, потянулись, убрали. 1, самый красивый язык в мире. 5, 6, 7, ага, ага, ага. Так, ребят, и пожалуйста, вот с сегодняшнего дня для себя поймите, что каждый из вас это цацочка и подарок всему человечеству. Как мне сказала кто-то из слушательниц, ага, понятно, значит, надо понимать, что, надо выглядеть всегда хорошо и понимать, что ты выглядишь всегда хорошо, чтобы об этом не думать. Я говорю, да, и языки у вас самые красивые в мире, и носы у вас, даже если вас боковым ветром разворачивает, самые лучшие клювы на свете. У кого еще такой клюв есть? Прекрасны своей индивидуальностью. Прекрасны. Понимаете? Если человек правильный, его невозможно заметить, он как стекло, он прозрачный. Каждый человек интересен своими закозюлинками, своими неправильниками, понимаете? Вот чем интересно-то. Запоминаются закозюлины, а не то, что вы эталон. Эталоны не запоминаются. Запоминается отклонение в ту или иную сторону. Так, силой потянулись к носу. Раз. А вот теперь посмотрите, что я сделаю. Завернули язык за верхние зубы, давим-давим на кончик языка, потом выстреливаем. Стоп. Со шлепком о нижнюю губу не присасываем, а наоборот вот так вот его закручиваем. Поехали. Молодцы. Вываливаться будет через месяц. Ежедневная работа через месяц будет, в смысле не вываливаться, выстреливать будет уже через месяц. Пока вываливается, и хорошо. Так, дальше. Выдавили язык, зацепили за нижние зубы, выдавили. Раз. Два. Се. Выдавили, выдавили. Се. Се. Вниз завернули, вниз, не наверх. Ага, вот пять. Се. Семь. Семь. Вниз завернули, вот. Десять. Десять. Замечательно. А теперь вперёд трубочкой или стрелочкой. И. Раз, если не получается. сильно-сильно молодцы живы с языком заканчиваем самый противный артикулятор губы которые у нас вянут все время найти есть такое выражение что со мной через губу разговариваешь это вот как раз вот этот вот вариант вялая дикция пренебрежительно заносчивое звучание а мне фиолетово ты понял не понял растянули в сторону в улыбку плена прижали к зубам и тянем вперед в трубочку медленно тянем прижатые губы из трубочки прижали к зубам извините не губам и тянем в оскал из-за скала прижали к зубам в трубочку 3 замечательно девочки роскошные лифтинговые упражнения как косметологу сходили 5 6 7 8 9 нет везем вот работа не по крайним точкам а вот 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 здесь идет работа с мускулатурой так сжали зубы трубочка рисуем кружочек в одну сторону зубы сжаты самое главное чтобы челюсть не гуляла иначе ни одна мышца не работает так делаем злобного суслика верхняя губа она падает быстрее всего она нуждается в дополнительной подкачки да-да-да-да 5 6 что в суслик совсем был злобный 78 но сморщим но снос морщим со самый красивый суслик самый красивый мы говорили об этом 8 делаем 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 сейчас сейчас все вот чем 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 сволочнее сейчас будет суслик тем правильнее 9 но давайте вот-вот-вот замечательный сволочной суслик до 9 10 замечательно так губы завернули внутрь наружу вперед трубочкой сильно сбилась со счет бог с ним так все теперь нижняя челюсть так уйди удивленный бегемот вот посмотрите мускулатуру такой бицепс да вот нам с вами такой нужно накачать поехали и а раз так по кругу круговые движения а раз два три 4 жвачные животные 5 6 7 8 9 10 вперед закрыли выдвинули открыли тянули вверх вперед вниз назад два три закрыли выдвинули открыли тянули пинет закрыли выдвину челюсть и выдвинули забыли вот так вот а теперь ее открыли и себя очень замечательно мы мы так справедливо а теперь то же самое только снизу вверх экскаватор зачерпнули а прокинули 5 6 7 8 9 10 живы замечательно так что есть голос каким образом мы с вами меняем сейчас тембральную окраску куда мы его ставим представьте себе что значит 4 группу органов отвечают вот за этот роскошный сочный звонкий голос за профессиональную речь артикуляторы про них мы уже все знаем до органы дыхания связки и резонаторы органы дыхания представьте себе легкие в виде двух треугольничков расположенных широкой частью вниз под легкими расположена пленочка диафрагма которая у нас отделяет все что у нас грудной клетки от всего что у нас пузики находится да кто курочку чистил знает где эта диафрагмочка расположена такая пленочка так вот она то нам с вами и нужна потому что если мы дышим верхней частью легких чуть-чуть вздохнули на выдохе что-то чуть-чуть сказали два-три слова ну так то и мы вообще не говорим это понятно да вот а так чуть-чуть на выдохе чуть-чуть вот на этом вот что происходит чуть-чуть на выдохе на общем потоке воздуха связочки вот эти вот мышцы вот такая вот голосовая складочка здесь в трахе расположена у нее боковые мышцы работают вот пока мы просто дышим они связочки раскрыты когда звучать начинаем смыкаются и начинают вибрировать когда звук проходит наружу вот для того чтобы они плотненько замкнулись вот такой поток воздуха на выдохе он не дает им возможности замкнуться понимаете поэтому орать в караоке на вот таких вот связках это их просто рвать увеличенным потоком воздуха а вот на таком вот любой мощности звук можно выстроить при этом связки не рвутся они очень плотненько аккуратненько смыкаются и плотненько вибрируя создают чистенький чистенький звучечек вот нам с вами сейчас нужно этот чистенький звучечек и создать каким образом вздохнуть нижней частью легких я сейчас покажу как рыба жабрами так видите вот я сейчас дуюсь а дальше встаем а дальше нужно превратить собственное тело в шприц то есть если вы вздохнули нижней частью легких вы так грубо говоря нижней частью легких вздохнули диафрагма оттянулась превратилась поршень шприца дальше вам ее пальчиком нужно наверх поджать и из этого шприца будет вверх бить плотненький поток воздуха плотненький вокруг него сомкнуться связочки создадут чистый чистый звучечек он добьет до поднятого неба и как только вы куполом еще небо поднимите на зевочек она уйдет сейчас расскажу вот тогда и родится тот самый мощный красивый звук то есть что мы сейчас делаем мы переходим с вами на нижнее реберное дыхание да я вот сейчас у кого-то покажу кому-то покажу кто-то поймет видите вот 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 молодцы молодцы значит мы с вами оттянули вниз диафрагму вздохнули нижней частью легких а теперь где тот палец который снизу будет нажимать на этот поршень между тазовыми косточками вот здесь вот над лобковой косточкой ниже вот находятся так называемые косые мышцы живота не путать с косыми мышцами пресса которые мы прорабатываем в спортзале методом скручивания они внутренние внутренние косые мышцы живота сейчас мы их сможем обнаружить положите лапки сюда кошечку тихонечко под ногами позовите xx не работает лапки ниже не работают не работают из соседнего двора кошку позовите посмотрите мне на руки вот 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 понимаете да то есть голос поставленный он должен быть сочнее и чуть чуть объемнее чуть громче вот для чего нам нужны вот эти вот косые мышцы живота они поджимают все что у нас весь ливер до который в пузе есть и он нам собственно и подталкивает вот это вот диафрагм очку она собирает концентрирует воздух создавая плотники плотники поток воздуха значит смотрите что мы делаем сначала первое подняли плечики скинули назад шубку вынесли вперед диафрагму потом вздохнули ребрышками и сделали майкла джексона у так проще говоря зажали ягодичные мышцы попные мышцы подхватили вот да у вас подхватились косые мышцы у вас вынесет не так диафрагма к спине прилеплена вот шубка сначала скинуто вздохнули ребрышками майкл джексон на вот косые мышцы а теперь замучали челюсть вниз оттянули и почувствовали как небо ушло наверх помогите небу уйти на зевок ноздрями ноздри на ширину плеч нет челюсть вниз челюсть вниз милый юноша рот с засомкнутыми губами должен быть открыт физиономия должна быть такая дурацкая как у меня у вас она очень умная не для данной ситуации рот открыт челюсть оттягиваем вот 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 молодцы все услышали как зазвенели в нос зазвенели загудели провода до зачесался нос зачесались губы вот это и есть тот самый резонирующий голос сейчас будет самое страшное потому что мы с вами с этого гудения будем переходить на открытый звук и читать на нем стихи значит смотрите что делаем ребят это самая важная постановка голоса пять минут и вы с этим голосом в течение недели помычав перед зеркалом живете дальше всю сознательную жизнь артикулятор придется каждый день в течение месяца тренировать а потом раз в неделю дорабатывать артикуляторы вянут а поставленный голос с вами навсегда скинули шубку взмахнули как рыба жабрами сделали майкла джексона представили себе что во рту горячая картошка замычали далеко от себя губы сомкнуты молодцы а вот теперь смотрите что делаем роскошно звучит смотрите что делаем оттягиваем до упора вниз не при не прижимайте не подтягивайте о самое главное чтобы не разъезжали с ним а если губы разъедутся небо упадет вот эти мышцы вам сейчас будут помогать небо держать как ни странно собранные если будут разъезжаться держите их вот так пальцами собственно сначала замечали так вместе со мной выходим на открытие только оттуда далеко шубку скинули ребрами взмахнули вот он отсюда звук шиши вот поймала 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 ай молодцы силе и теперь будем звучать сидя взяли бумажки Так, вот там у вас, о, нет-нет-нет, нет, диафрагма вынесена вперед, сейчас должен быть прогибчик под спинкой, вот, копытца на копытце, нет, нет, одна ножка чуть назад, другая чуть вперед, нет-нет-нет, не прилипайте к спинке стула, вынесите диафрагму вперед, прогиб должен быть сейчас, сейчас, еще разочек, вздохнули, нет, вперед мне вот это вот. Ну, давайте назовем это диафрагмой. Вот, плечи назад, вот, а то, что над диафрагмой, вместе с диафрагмой выносим вперед, вздохнули и. Мо-о-о-о-о-о. Громче. Глупо свернем. молодцы ай молодцы и посмотрите на какой огромный период звуковой у вас хватает этого звука ребята не сбрасывайте плечики сейчас вы сможете звучать привычно на этом голосе если каждый день пять минут будете на это тратить мама маму мы вот эти вот цепочки тогда вы через месяц будете хоть стоя на голове звучать тренируемся вот в этом вот вот положение если ручки дальше не идут вот 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 значит все правильно значит звучим значит диафрагма вынесена снизу только осталось подхватить вот эти косые мышцы но просто но бросили но молодцы мама мумы цепочечка молодцы вот там у вас цепочка идеально вот мы переходим на и чтобы не было мы следите за тем чтобы не растягивались губы много сейчас не буду давать упражнений там носовало много давайте мы пройдем коня ретива цепочку на одной ноте мама мина манна меню минимум как пономарь на колокольне и спинки стоп кто прилип и мама мина манна меню минимум вот 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 только не расслабляйте пожалуйста вот эти мышцы потому что они вам сейчас удерживают купол неба подняты понимаете что происходит этот звук чистенький плотненький который родился здесь на связках начинает в этот купол неба бить множесть а стенки отстукиваясь понимаете становясь вот тем самым объемным роскошным купольным звуком которым и является поставленный вот голос опа поставленный то есть и поставили на опору дыхание вот эти косые мышцы живота так у-образно расположенные называются опорой дыхания вот значит следующий цепочечку неандерталец манка товарищи полумера ласточка полная чепуха но я написала чтобы не м на сонорные были использованы как в первой цепочке согласные а просто все согласные да и неандерталец неандерталец манка товарищи полумера ласточка водка вниз ласточка челюсть вниз 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 до упора потому что когда у вас отъезжает челюсть вниз у вас на небо поднимается куполом ему деваться некуда вы качаете вот тот самый резонатор купол неба замечательно так скажите пожалуйста что ты ржешь мой конь ретивый что ты шею опустил не потряхиваешь гривы не грызешь своих удил в первой строчке что ты ржешь мой конь ретивый какое слово несет на себе основную смысловую нагрузку что ты ржешь мой конь ретивый ретивый замечательно что ты ржешь мой конь ретивый что ты ржешь ржешь является менее она до является ударным своем речевом звене отвечающим на вопрос что делает что ты ржешь мой конь ретивый с кем мы разговариваем господа журналисты с конем вот что называется логика речи большинство людей неправильно вам же наверняка говорили ты мне этого не говорил как не говорил я стоял я тебя за руку держал за руку помню не говорил почему потому что вы кружавчики кружавчики из украсили а основную это мысль потеряли громче и объемнее не выделили понимаете что произошло потому что пока вы мысль думали пока она у вас в голове формировалась вы то уже себе понимаете что вы с конем то собираетесь разговаривать для вас то это само собой разумеется да а конь то не в курсе озвучить то вы это забыли потому что для вас то это само собой разумеется вот большинство людей для них настолько пока не мысль формируют это является но это же понятно это же понятно же естественно априори же понятно что там главное это ему понятно он озвучить забыл и человек начинает разукрашивать и делать ударными вот эти вот кружавчики. А если нет логического стерженечка, как в детской пирамидке, то все эти кружавчики, все эти колечки, они начинают осыпаться, как февральский снег. Вот почему смотришь репортаж, и все время хочется булгаковскими словами поинтересоваться, кто на ком стоял, кто чего, что, где, про что. Выделяем, вычленяем главные слова, задаем себе вопросы. Кто? Что сделал? Что у него там не так? Что у лошадки там во второй строчке, по поводу чего мы к ней прицепились? С шеей, конечно, у него проблемы. Вот сейчас сели, вынесли вперед диафрагмочку, шубку скинули, прогнулись. Ребята, прогнулись, прогнулись, да, вынесли вперед диафрагму и так посадили ее на косые мышцы. Неба, вот, ноздрями подняли. Что ты ржешь, мой конь ретивый, что ты шею опустил. Вот теперь смотрите, что сделаем. Сейчас делайте технически, громко, сочно, с ударением на нужных словах, а потом поговорите со мной, как с лошадкой. Что ты ржешь, мой конь ретивый? Что не так-то, Люба моя? Что ты шею опустил? Но вот на этом, на новом голосе, с работающими резонаторами, с артикуляторами, да? Давайте попробуем. Что ты ржешь, мой конь ретивый? Что ты шею опустил? Не потряхиваешь, грибый? Не грезешь своих удил. Молодцы, умните. Сегодня не смогли мы пройти многое, хотелось многое, не смогли всего сделать. В любом случае, это остается вам на добрую память. Надеюсь, что, если в следующий раз мы с вами еще встретимся, нам будет с вами о чем на этих роскошных голосах поговорить. Прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова